Рабочий день главы западного округа Краснодара, впрочем, так же, как и руководителей других округов, начинается теперь с обхода. Собственникам помещений напоминают состояние прилегающих территорий, зона их ответственности. Сознательные владельцы магазинов, парикмахерских, исправляются тут же в присутствии комиссии. Прилегающую территорию, все вставать, однеть и снять ее содержать. Всю минувшую неделю архитекторы фотографировали улицы Краснодара не для истории. Почти 15 тысяч снимков, болевые точки города в картинках. В архитектурных бюро будут принимать решения по каждому объекту. К работе подключили весь край. На первом этапе единый принцип благоустройства отрабатывают на улицах так называемого исторического центра города. Это 312 кварталов, а также на въездах в краевую столицу, на 8 гостевых маршрутах. 2014-й, объявленный губернатором в регионе годом Краснодара, начинает оправдывать свое название. С Ивагорада, с Ростова, с Калмыкии, с нашего округа, все отмечают, Краснодар какой классный город, какой он чистый, какой он ухоженный. Но действительно, мы сами видим, что вещи, которые нас радуют и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что нам еще до совершенства далеко, очень далеко. И понятно, с учетом опыта Сочи, нужно серьезное средство, серьезные деньги для того, чтобы мы изменили качество города. Мы уже многие процессы проектируем, для того, чтобы уже осенью, а может быть и летом отчасти, выйти на новые развязки, новые эстакады, дороги, ремонт, и, конечно, вопросы коммуникации, ветхого жилья. Это все нам предстоит в течение пяти лет навалиться и сделать Краснодар одним из самых передовых городов, в общем-то, нашей страны. В конце марта, после очередной инспекции по городу, глава региона Александр Ткачев поручил создать оперативный штаб. Его возглавил первый заместитель губернатора Джамбулат Хатуов, долгое время курировавший олимпийское строительство в Сочи. Руководитель краевого штаба докладов о проделанной работе ждать не стал. В рейд отправился сам. Пешеходные переходы на улице Мачуге мало чем отличаются от остальных в городе. Больше напоминают тесные катакомбы, где процветает подземная торговля. Частные предприниматели, не стесняясь, перегораживают вход и выход. Технические помещения, где должны быть установлены насосы для ливневой канализации, переоборудованы под частные склады. Требования безопасности нарушены полностью, не говоря уже об эстетической составляющей. Требует, чтобы сегодня мы имели архитектурный парк с метростроителя, и послезавтра уступили здесь, не закрывая данный объект. Я прошу разобраться со всей этой торговой, насколько она расстреляет, насколько она санкционирует, насколько нам нужно прохладаться. Торговые павильоны из переходов уберут, так же, как и неприглядные козырьки над ступеньками. Далеко до порядка и на городских остановках. В ближайшее время город разработает единый стандарт остановочных комплексов. Они должны быть современными, красивыми и удобными для коснодарцев. Уже известно, что к строительству привлекут подрядчиков, которые работали в Сочи. Отличный олимпийский опыт качественного строительства современных объектов в кратчайшие сроки реализуют и в краевые столицы. Итоги масштабного мониторинга, который идет в городе ежедневно, обсуждают на заседании оперативного штаба в мэрии. Мы, естественно, чувствуем на себе ту необходимость скорейших изменений, которые должны произойти в городе. Все сегодня и мои заместители, и главы округов, как территориальные заместители, нацелены на то, чтобы с привлечением средств субъектов, хозяйствующих нашего города, самих жителей, которые должны будут частное жилье свое привести в надлежащий вид, но привести все к соответствующему столичному облику. Среди первостепенных задач и ремонт тротуаров подрядчиков просят ускорить сроки реконструкции фасадов зданий, особое внимание к историческим. Не украшает город пока и наружная реклама. Безвкусные вывески на первых этажах, заборах, остановках – все это тоже нужно привести к единому стилю. Что же касается долгостроев на центральных улицах города, то власти наверены вызвать на разговор их владельцев. А после детального рассмотрения каждого проекта архитекторы примут решение о сносе или дальнейшем строительстве. В любом случае, уверены в оперативном штабе, место стройки, пока она ведется или заморожена, не должно выглядеть грязным пятном на лице города.